Да-с! Лазанья! Лазанья! Не знаю, каковы ваши с ней отношения, но тем, кто по какой-либо причине игнорирует это популярное блюдо, попробую разжечь аппетит. Начну издалека. Современная лазанья – это несколько слоев отваренного или запеченного теста, между которыми укладывается начинка, присыпанная сыром. Конструкция запекается в духовке и подается, как пирог, разрезанный на порции. Вот, собственно, и весь рассказ. Однако, такой лазанья была не всегда, и паспорт у нее изначально был греческий. Ее родноначальница представляла собой плоскую круглую лепешку из пшеничного хлеба. Такую лепешку вот греки называли лаганон. Римляне, принявшие у греков их кулинарные традиции, стали резать лепешку лаганон на полосы, называть ее лаганьи. В некоторых областях Италии, в Калабрии, например, широкую плоскую пасту, известную во всем мире как тальятелли, до сих пор называют лагана. По другой этимологической версии, слово лазанья происходит от греческого лазаннен, что в переводе означает «горшковая печь». Римляне, опять же, заимствовали это слово, превратив его в лазанум, которым называли посуду, в которой готовились предки лазанни. Постепенно название посуды перешло и на само блюдо, вот так на свет и родилась лазанья. И хотя сегодня принято считать, что лазанья истинная итальянка, ее родословные пытаются отстаивать англичане и даже скандинавы. Версия английского происхождения базируется на том, что подобное блюдо существовало при дворе короля Ричарда еще в 14 веке, Ричарда II. Называлось оно лазанн. Англичане уверяют, что оригинальный рецепт лазанна можно найти в одной из первых английских поваренных книг, который хранится в Британском музее. Столь смелое и самонадеянное утверждение задело итальянцев за живое. Итальянское посольство в Лондоне поспешило сделать официальное заявление, независимо от того, как называлось это старинное английское блюдо, но это точно не было той самой лазанней, которую делаем мы. Да, итальянцы очень ревнивы, если речь заходит о национальной кухне. Правда, на скандинавов они почти не отреагировали, когда те заявили, что из кухни викингов в современную скандинавскую перекочевало блюдо лангкейк, которое действительно очень похоже на лазанью. Оно состоит из хлебных лепешек, прослойных мясным соусом и сыром. Я пробовал такое блюдо в Норвегии, кстати. Первый же письменно задокументированный итальянский рецепт лазанни был обнаружен в анонимной рукописи XIV века, найденной в окрестностях Неаполя. Согласно этому рецепту, в средние века лазанью готовили так. Отваривали в кипящей воде листы теста и прослаивали их молотыми специями и тертым сыром. Под специями, вероятнее всего, подразумевались соль, перец и сахар, но, возможно, и комбинация корицы, гвоздики, мускатного ореха и шафрана. Так считают историки кулинарии. К тому времени средневековые итальянцы были знакомы с этими приправами, по крайней мере, так утверждается в книге Клиффорда Райта. Лазанья, которую я в эти выходные с любопытством полистал. Если кого-то из вас пробьет на кулинарный подвиг под названием домашняя лазанья, готов подкинуть несколько ее секретов. Правильное лазанья начинается с недоваренного теста. Это очень важно. Отваривать листы лазанья нужно до того момента, когда они еще будут оставаться полусырыми. Иначе за положенных 40 минут в духовке блюдо превратится в кашу из теста и начинки. Ну а итальянцы и истинные любители итальянской кухни, которые обожают чуть недоваренную пасту, называя ее альданто, листы теста вообще не отваривают, когда готовят лазанью. Второй секрет заключается в порядке укладки слоев пасты. Их нужно укладывать на начинку крестообразно. Один слой вдоль, второй поперек. Вот только в этом случае ваше лазанья не будет беспомощно разваливаться, когда будете ее резать ножом, подавая на стол. Следующий секрет это сочетание двух сыров. Чтобы вам не советовал рецепт той или иной лазанья, это блюдо 100% требует наличия в нем неразлучной парочки моцареллы и пармезана. Ну и последний, главный секрет правильной лазанни – соус. Лазанья, которая плавает в томатном море – это злая шутка недобрых поваров. Помидоры, да, они присутствуют в любой из начинок лазанни, а вот соус, соус, которым бережно промазывается, каждый слой не имеет к помидорам никакого отношения. Правильный соус для лазанни называется бешамель. Название мудренное, а готовится бешамель очень просто. Запоминайте, господа. В растопленное сливочное масло, граммов 50, добавьте обжаренную муку, 2 столовых ложки, затем влейте небольшими порциями очень горячие, чуть подсоленные сливки, где-то пол-литра хватит, и тщательно перемешайте до сметанной консистенции. В общем, в принципе, мы с вами разобрались, как готовится лазанья. За дело, господа, не откладывайте на завтра то, что можно приготовить и съесть сегодня. Ну, а если говорить о лазанне, это блюдо с очень интересной историей, его точно надо хотя бы раз в жизни приготовить самостоятельно на вашей кухне. Удачи вам и приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!